откровение о новом мировом порядке из лекции 1969 года оцените как создается история элиты для которой главы государств да и сами государства лишь поле большой игры здесь мы все увидим все те их решения что сегодня уже воплотились в нашей повседневности этот документ заставит вас задуматься независимо от того верите ли вы в абсолютную подлинность содержание лекции прочитанные 47 лет назад или не поверите его достоверность подтверждается главным критерием истины практикой здесь приводится расшифровка текста двух из трех аудиокассет о новой мировой системе первые две кассеты были записаны в 1988 году и содержит пересказ лекции прочитанной во время встречи питтсбургского общества педиатров на которой доктор лоуренс дуниган присутствовал 20 марта 1969 года выступавшим был доктор ричард дэй его имя называется на третьей кассете записанной в 1991 году после его смерти в 1969 году доктор дэй был профессором педиатром в медицинской школе маунт-синай что в переводе называется синайская гора и преподавал в указанной школе в период 1968 71 годы а до этого он занимал пост директора отдела медицины в американской федерации по планированию семьи финансировавшиеся рокфеллерами на лекции присутствовало около 80 врачей доктор дуниган в свое время был студентом доктора дэя в университете питтсбурга и был хорошо с ним знаком хотя и не являлся его близким другом он описывает доктора дэя как инсайдера ордена и хотя воспоминания доктора дунигана за минувшие года несколько поблекли он смог изложить достаточно много подробностей той лекции для того чтобы любой проинформированный человек смог понять реальные цели стоящие за общими тенденциями нашего времени сам текст был слегка отредактирован чтобы устранить определенные речевые обороты и улучшить его читаемость существует ли силы или группа людей управляющая происходящими изменениями многое уже было написано и сказано теми кто смог отследить изменения которые произошли в американском обществе за последние 20 лет равно как и теми кто изучив раннюю историю соединенных штатов и даже мира пришел к выводу о том что существует своего рода заговор который оказывает воздействие и действительно управляет основными историческими событиями не только в соединенных штатах но и во всем мире такая конспирологическая трактовка истории основана на наблюдении людей находящихся извне они собирают факты и делают умозаключения об истории снаружи и воспринимают ее как некий заговор эти свидетельства и умозаключения основаны на данных ретроспективного характера я же хочу описать то что я услышал от одного докладчика в 1969 году этот докладчик вел речь не о прошедших событиях а наоборот о тех изменениях которые ожидают нас в будущем этот лектор не был сторонним наблюдателем взирающим на происходящее со стороны он был внутри этой системы он признавал что и в самом деле существует некая организованная сила или власть или группа людей которые обладают достаточным влиянием для того чтобы определять важные события происходящие в различных странах по всему миру кроме того он предсказал вернее доступно объяснил изменения запланированные на период до конца двадцатого столетия если вы вспомните какими еще в 1969 году были по крайней мере соединенные штаты а затем вспомните изменения которые произошли за эти 20 лет я полагаю вы будете впечатлены тем насколько точно запланированные события воплотились в реальность часть обсуждавшихся перемен должна была произойти или завершиться не 1988 году а позднее лишь концу двадцатого века существует некий график и во время той лекции некоторые его фрагменты были нам показаны всякий кто помнит начало избирательной кампании кеннеди вспомнит как он говорил о прогрессе в шестидесятых десятилетия шестидесятых это было чем-то вроде клише того времени то есть в 1969 наш лектор говорил о десятилетиях семидесятых восьмидесятых и девяностых годов я не припомню чтобы кто-нибудь до этого говорил про десятилетия сороковых или десятилетия пятидесятых так что как мне думается этот общий план и график приняли свои окончательные очертания и некоторую степень предсказуемости для тех кто их контролировал где-то в конце пятидесятых такова моя догадка так или иначе этот докладчик сказал что его цель рассказать нам об изменениях которые произойдут в следующие 30 лет в результате чего до конца столетия в действие будет введена совершенно новая глобальная система как он выразился мы планируем оказаться в 21 веке с разбега все приготовления закончены и теперь никто не сможет нас остановить еще он сказал некоторые из вас решат что я говорю о коммунизме но то о чем я говорю это гораздо больше чем коммунизм он уже отметил что взаимодействие между востоком и западом стало гораздо более тесным чем представляла себе большинство людей в своем вступительном слове он уточнил что теперь уже может говорить об этом открыто хотя всего несколькими годами ранее он не смог бы об этом рассказывать он произнес буквально следующее все приготовления закончены и теперь никто не сможет нас остановить затем он пояснил что большинству людей невдомек как функционирует правительство что даже люди занимающие высокие посты в нем включая и наше собственное не очень-то понимают где и как принимаются решения он сказал имена людей которые реально влияют на решение знакомы большинству из нас но я не стану произносить конкретных имен или название каких-либо конкретных организаций однако если бы он это сделал то для большинства присутствующих эти имена оказались бы знакомыми в основном эти люди не занимает государственные посты но имеют видное положение и известны в своих профессиональных кругах единственная цель записи этих воспоминаний дать перспективный обзор событий которые уже произошли за прошедшие 20 лет и небольшой анонс о том что именно некоторые люди запланировали на период до конца 20 века для того чтобы влететь в 21 однако не все смогут в это столетие войти профессор дэй хотел чтобы нам было легче адаптироваться к предстоящим изменениям он заметил будут очень неожиданные изменения которые людям в некотором отношении будет трудно принять но он надеется что мы как его друзья сможем более легко адаптироваться к ним если будем заранее знать что именно ожидаем придется привыкать к переменам во время вступительного слова он настоял на том чтобы никто не делал заметок и не включал магнитофон что для профессора работающего с аудиторией очень было необычно по его замечаниям было понятно что широкая огласка этой лекции будет иметь для него негативные последствия если станет известно что он выдал тайну услышав это я поначалу решил что это выпендрешь сказанные ради повышения собственной значимости но по мере его откровений я начал понимать почему он не хочет широкой огласки своего выступления хотя в зале в котором он выступал было довольно много народа по мере того как озвучивались все более и более выпивающие вещи я решил постараться запомнить как можно больше из того что он говорил применив простой мнемонический прием ассоциирование сказанного с каким-то предметом вокруг меня чтобы в будущем была возможность все это вспомнить и записать я также хотел сохранить общее видение того как события должны будут развиваться чтобы проверить будет ли это соответствовать описанной модели и соответствие было и чтобы не забыть что-то в дальнейшем я в ходе данной презентации буду просто приводить некоторые и сделанных им заявлений одно из его утверждений было связано с переменами она гласила людям придется привыкнуть к идее перемен настолько что они будут ожидать перемен не будет ничего постоянного подобное сейчас характерно для общества в котором у людей нет корней или якоря и они готовы пассивно принимать любые перемены просто потому что перемены это все что у них в жизни есть это было своего рода противоположность нашему поколению людей в котором вы ожидаете наличие определенных вещей которые всегда остаются на месте в качестве рэперных точек вашей жизни поэтому должны будут наступить изменения и этих изменений должны ожидать и предвкушать их принимая их без каких-либо вопросов другой комментарий который время от времени проскальзывал по ходу лекции люди слишком доверчивы они не задают правильных вопросов порой излишняя доверчивость равнозначно чрезмерной тупости но иногда говоря что люди не задают правильные вопросы он произносил это почти с сожалением как если бы был против того частью чего он сам являлся и желал чтобы люди умели ставить что-то под вопрос и не были слишком доверчивыми другой периодически повторяющийся комментарий особенно в отношении изменения законов и обычаев был у всего имеются две цели первая цель мнимая показная она заставляет людей принимать что-то а вторая цель настоящие и она будет способствовать задачам установления новой системы он часто повторял но по-другому никак нельзя по-другому никак нельзя это выглядело как своего рода извинение особенно в конце описания некоторых наиболее одиозных перемен например по поводу поощрения наркомании он очень много говорил о группах по контролю за численностью и перемещением населения вообще демографический контроль был первой конкретной темой после вступительной части он сказал что население растет слишком быстро и количество людей проживающих на планете должно быть ограничено иначе просто станет негде жить мы будем съедать продовольствие больше чем его производится и загрязним мир своими отходами людям не будет позволено иметь детей лишь потому что им этого захочется и если беременность возникнет по неосторожности в большинстве семей детей будет двое некоторым семьям будет разрешено иметь лишь одного а выдающимся людям через отбор могут позволить иметь троих детей это связано с тем что нулевой прирост населения обеспечивается при уровне рождаемости в 2,1 ребенка на семью поэтому примерно каждой десятой семье может быть дана привилегия на рождение третьего ребенка до этого момента понятие контроль численности для меня в первую очередь ассоциировалась с ограничением числа рождающихся младенцев однако замечание о том что людям будет позволено и другие последовавшие за ним ясно дали понять что контроль над численностью населения означает гораздо больше чем просто контроль рождаемости на самом деле это контроль над каждым аспектом деятельности всего человечества гораздо более широкий смысл термина чем я когда-либо предполагал по мере прослушивания и размышлением над услышанным вы начнете осознавать как одни аспекты переплетаются с другими в плане управления человеческим обществом следующий естественной темой после контроля над численностью был секс он сказал секс должен быть отделен от размножения секс доставляет слишком большое наслаждение инстинкты слишком сильны чтобы ожидать что люди от него откажутся использование химических веществ в продуктах питания и воде для снижения полового влечения не практично поэтому стратегия будет направлена не на снижение а на увеличение половой активности но таким образом чтобы детей при этом не было первым фактором в этом отношении была контрацепция контрацепцию будут очень сильно поощрять и в сознании людей она должна будет тесно связана с сексом при одной мысли о сексе они автоматически будут думать о контрацепции и при этом средства контрацепции будут повсеместно доступными в аптеках контрацептивы будут выставляться таким образом чтобы они бросались в глаза наравне с сигаретами и жевательной резинкой они будут находиться на виду они под прилавком чтобы людям не пришлось спрашивать о них стыдясь что кто-то услышит их слова такая открытость позволит внушить что контрацептивы столь же естественный элемент жизни как и любые другие предметы продающиеся в магазине или аптеке контрацептивы будут рекламироваться а также раздаваться в школах в ходе занятий по половому воспитанию самых ранних классов половое воспитание будет необходимо для того чтобы заставить детей заинтересоваться сексом еще до их полового созревания и это важно укоренив в их сознании связь между сексом и потребностью в контрацепции в тот момент я вспомнил некоторых своих школьных учителей и мне показалось совершенно невероятным чтобы они согласились на такое а тем более участвовали в распространении контрацептивов среди учащихся но это лишь отражало моё непонимание того как эти люди действуют это было еще до введения семинаров по половому воспитанию в школьную учебную программу настоящему моменту во многих городах соединенных штатов уже проводятся школьные семинары которые посвящены преимущество контрацепции и демографическому контролю идея состоит в том что связь между сексом и контрацепции внедренная и навязанная учащимся в школе в дальнейшем будет перенесена в семейную жизнь в самом деле если молодые люди повзрослев решат пожениться то значимость самой идеи брака и семьи окажется принижены он заметил что большинство людей вероятно все же решит пожениться но для сексуальной активности в браке это уже не будет считаться необходимым неудивительно что следующим пунктом была тема абортов шестьдесят девятом году за четыре года до процесса рой против уэйда профессор дэй сказал аборты больше не будут преступлением аборты будут приниматься как нечто собой разумеющиеся и для тех кто не сможет за них заплатить они будут оплачиваться из бюджетных средств благодаря финансированию за счет бюджета контрацептивы станут доступны всем так что уже никто не сможет обходиться без них вероятность того что школьные семинары по половому воспитанию приведут к росту числа беременности у детей не рассматривалась как проблема напротив ожидалось что родители выступающие против абортов по моральным и религиозным мотивам изменят свое мнение когда забеременеет их родная дочь таким образом это поможет преодолеть несогласие с абортами и вскоре лишь самые упертые будут продолжать выступать против абортов как чего-то неприемлемого но и голос уже не будет иметь значение далее тезис людям разрешат быть гомосексуалистами именно так это было и сказано им не придется больше этого скрывать кроме того пожилых людей будут провоцировать на продолжение активной половой жизни до самой старости до тех пор пока это будет возможно всем будет позволено заниматься сексом и получать от него удовольствие как только им заблагорассудится любым способом именно так это и было сформулировано помнится я подумал каково же нахальство с его стороны или со стороны тех кого он представляет считать что они могут дать или не дать людям разрешение делать что-то но именно эти слова он и использовал в этой же связи была упомянута и одежда стиль одежды станет более стимулирующим и провоцирующим 1969 год ознаменовался модой на мини юбки которые были очень короткими и очень откровенными да и сказал не качество обнаженной плоти делает одежду сексуально соблазнительный зачастую иные более незаметные вещи наводят на непристойные мысли например походка покрой одежды вид ткани и расположение аксессуаров если у женщины привлекательное тело то почему бы ей не показать его такой была одна из его мотивации он не пояснил что именно понимается под провоцирующей одеждой но если проследить как с тех пор поменялась одежда то очевидно что джинсы сейчас кроет таким образом что они более плотно прилегают к области промежности образуются складки а складки это по сути стрелки направляющие ваше внимание к определенной анатомической области тогда же стало популярным движение сожги свой бюстгальтер он заметил что многим женщинам дабы быть более привлекательными следует носить бюстгальтер так что после запрета наливчики и их сжигание бюстгальтеры вернуться вновь но они станут тоньше и мягче и позволят движением быть более естественными это не было сказано им конкретно но конечно же тонкий бюстгальтер куда более откровенно демонстрирует соски нежели тяжелые бюстгальтеры бывшие в моде в то время далее он сказал что секс и тему репродукции разделит будет секс без деторождения а с помощью технологии репродукции люди станут обходиться без секса все будет происходить в лаборатории профессор заметил что уже проведено огромное множество исследований о сотворении детей в лабораторных условиях он дал какие-то пояснения на сей счет но я не помню этих подробностей в смысле мне сейчас трудно отделить сказанное им тогда от того что я узнал впоследствии из медицинских источников численность семьи ограничат уже упоминалось что не будет разрешено иметь более двух детей получить развод станет легко и разводы приобретут широкое распространение большинство людей будут вступать в брак больше одного раза все большее число людей не будет вступать брак вообще неженатые пары будут останавливаться в гостиницах или даже жить вместе это будет очень широко распространено никто даже не будет задаваться вопросами по этому поводу это станет общепринятым и будет восприниматься также как совместное проживание женатых пар все большему числу женщин придется работать не дома все большее число мужчин будут переводить на работу в другие города а сама работа будет требовать частых разъездов таким образом семьям станет труднее оставаться целыми со временем это сделает брак менее стабильным и следовательно снизится и желание иметь детей большие семьи уменьшится и к тому же станут более разобщенными на какое-то время переезды станут более дешевыми и удобными чтобы и тем кому приходится подолгу добираться с работы и на работу казалось что они еще могут вернуться в семью и чтобы они не ощущали себя внезапно оторванными от семьи но результатом упрощения процедуры развода в сочетании со стимулированием переездов и релокации семей из одного города в другой неизбежно станет семейная нестабильность если оба супруга работают и одного из них куда-то переводят то другому придется либо оставить свою работу и переехать на новое место без гарантии на трудоустройство это весьма дьявольский подход далее у каждого будет право дожить лишь до определенного возраста от пожилых людей уже пользы нет они становятся обузой вы должны быть готовы принять смерть и большинство людей готова можно будет установить произвольный возрастной предел также как сейчас устанавливается пенсионный возраст так или иначе за жизнь вы имеете право лишь на определенное число стейков оргазмов и удовольствий получив их положенное число раз и более не являясь производительным вы уже не работаете и не вносите в свой вклад а значит должны быть готовы уступить место следующему поколению он также упомянул несколько вариантов того как можно будет дать людям понять что они уже зажились на этом свете всех вариантов я не помню но вот некоторые использование очень блеклого плохо различимого текста на бланках которые необходимо заполнять пожилые не смогут прочитать такой текст и будут вынуждены обращаться за помощью к молодым изменение порядка автомобильного движения станет больше полос для скоростного движения и для пожилых с их более медленной реакции станет невозможным пользоваться такими дорогами что в свою очередь приведет к частичной потери независимости важной темой на которой он остановился довольно подробно была стоимость медицинского обслуживания которую сделают обременительной медицинскую помощь тесно увяжут с местом работы людей и вместе с тем сделают ее очень очень дорогой это сделает ее просто недоступной для людей достигших определенного возраста если только у них не будет исключительно богатой и заботливой семьи в противном случае им придется обходиться без медобслуживания идея заключается в том что если каждый скажет хватит содержать пожилых тяжкое бремя для молодых то молодые согласятся помочь маме и папе уйти в последний путь конечно при условии что все это будет сделано гуманно и с достоинством потом был еще такой пример прекрасный прощальный вечер мама и папа хорошо потрудились на этом свете а после праздника они принимают таблетку милосердия следующая тема медицина в медицинской практике ожидаются коренные изменения в целом медицина окажется под гораздо более жестким контролем вот наблюдение сделано еще в 69 году цитата конгресс не собирается поддерживать государственное медицинское страхование и теперь это уже совершенно очевидно но этого и не требуется у нас есть и иные способы управлять здравоохранением эти способы будут внедряться постепенно однако медобслуживание будет находиться под жестким контролем здравоохранение будет тесно связано с работой если у вас нет работы или вы не можете работать то у вас не будет доступа к медицинской помощи время когда больницы оказывали бесплатную помощь постепенно уйдет в прошлое и практически исчезнет цены будут задраны вверх настолько что люди не смогут обратиться за помощью без страховки платишь за страховку получаешь на нее право и лишь впоследствии я начал понимать в каком случае вам уже не придется за нее платить это когда за ваше медобслуживание заплатят другие следовательно вы с благодарностью стоя на коленях должны будете принять то что страховая компания предложит вам в качестве некой привилегии ваша ответственность за ваше собственное здоровье будет сведена на нет в качестве ремарки тогда это еще не разрабатывали я в то время не понимал что это ремарка была для себя работает она следующим образом всякий становится зависим от страхования если у вас страховки нет то вы платите прямо из своего кармана и стоимость вашего лечения огромна однако страховая компания оплачивающая ваше лечение платит меньше допустим вам выставили счет на 600 долларов за использование операционной а страховая компания заплатит не 600 долларов а всего 300 подобная разница в системе оплаты дает желаемый эффект она позволяет страховой компании оплачивать то за что вы никогда не смогли бы заплатить и они получают скидку которую вам не предоставляют получив свой счет вы испытываете чувство благодарности к страховой компании за то что она смогла устроить такое и таким образом вы становитесь в зависимость от страховщика и просто обязаны иметь страховку тут надо понимать что вся система выставления счетов будет являться мошеннической доступ в больнице будет жестко контролироваться и для того чтобы попасть в здание потребуется иметь при себе документ удостоверяющие личность внутри и вокруг больниц будет установлена система охраны она постепенно разрастется настолько что никто не сможет войти или перемещаться внутри здания без необходимого пропуска для создания прецедента будут допущены и затем раздутые случаи кражи медицинского оборудования микроскопов пишущих машинок и так далее сообщение о таких случаях будут раскручены чтобы они могли стать поводом для введения жесткой системы безопасности пока люди не привыкнут к ней любой человек передвигающийся по больнице будет обязан носить пропуск с фотографией сообщающий кто перед вами сотрудник лаборант посетитель или еще кто-то вводится это должно постепенно чтобы все привыкли к идее о том что нужно опознавать себя пока это не станет общепринятым необходимость в идентифицирующих документах в помещении поначалу будет проявляться в мелочах больницы отдельные предприятия но постепенно это расширится и охватит всех повсеместно было отмечено что больницы можно будет использовать для лишения людей свободы и для лечения преступников и под этим не обязательно подразумевалась медицинское лечение в то время я еще не знал термина психушка существовавшего в советском союзе но дэй описывал использование больниц как для лечения больных так и для содержания в них преступников по причинам не связанных с их состоянием здоровья каких конкретно преступников не уточнялось образ врача изменится его больше не будут воспринимать как профессионала индивидуала заботящегося о своих личных пациентах постепенно врача начнут воспринимать как высоко квалифицированного техника изменится и содержание его работы она будет включать такие вещи как казнь с помощью смертельной инъекции образ врача как сильные независимые личности должен будет измениться да и добавил врачи слишком много зарабатывают их необходимо рекламировать как любой другой товар юристы тоже будут заниматься рекламой не будем забывать что аудитория профессора состояла из врачей и он как врач обращался к этой аудитории и было занятно что он делал весьма оскорбительные заявления не опасаясь однако враждебности с нашей стороны частная практика уйдет в прошлое некоторые самые упертые возможно и попытаются выстоять но большинство врачей перейдет на службу в те или иные организации будут поощряться коллективной и корпоративной практике и когда образ корпоративного врача начнет становиться все более и более приемлемым врачи предпочтут становиться сотрудниками каких-то фирм они независимыми подрядчиками разумеется наряду с этим по умолчанию но непременно при этом наемный работник служит своему работодателю а не пациенту за прошедшие 20 лет мы видели множество примеров тому и очевидно что это еще не все сейчас видно что именно так систему здравоохранения захватывают с тех пор как конгресс не пропустил национальную программу здравоохранения здоровья особо упертые врачи могут попытаться что-то предпринять сохранив индивидуальную независимую практику и я между прочим к таковым тоже отношусь но уровень и доходов резко упадет они будут сводить концы с концами но не смогут жить с тем же комфортом как те кто пожелает стать частью системы в конечном счете после того как эта система закрепится для частной врачебной практики вообще не останется места следующая часть касается здоровья и болезни этот профессор сказал что появятся новые заболевания не виданные ранее их будет очень трудно диагностировать и они будут неизлечимыми по крайней мере в течение длительного времени по этой части не было сделано никаких уточнений но я помню что вскоре после того как прослушал эту презентацию я столкнулся с загадочным диагнозом и подумал а не тот ли это случай о котором он говорил спустя еще некоторое время был обнаружен спид я думаю спид был по крайней мере одним из тех заболеваний которые он имел ввиду сейчас я считаю что возможно спид был создан в лаборатории рак сказал он в настоящее время мы можем вылечить почти любой вид рака неопубликованная информация на сей счет хранится в институте рокфеллера на тот случай если будет принято решение и обнародовать но сами подумайте если люди перестанут умирать от рака сколь стремительно произойдет перенаселение усилия в области лечения рака в большей мере будут нацелены на комфортное самочувствие а не на исцеление прозвучало также утверждение о том что в конечном счете лекарства от рака раскрываемые в институте рокфеллера выйдут из тени так как несмотря на попытки подавить независимые исследования есть вероятность что они будут открыты независимым путем по крайней мере на данный момент позволять людям умирать от рака это благое дело так как это замедляет проблему перенаселения еще одной очень интересной темой было обсуждение сердечных приступов он сказал в настоящее время существует способ искусственного воспроизведения реального сердечного приступа его можно использовать как средство убийства только очень опытный патологоанатом точно знающий что именно нужно искать при вскрытии сможет отличить индуцированный инфаркт от обыкновенного индуцированные это вызваны искусственно я подумал что услышать от него подобное в то время было очень необычным и шокирующим это его заявление как и предыдущие по поводу лечения рака до сих пор четко сидит у меня в памяти настолько они меня шокировали затем он в том же ключе перешел к теме питания и физических упражнений для того чтобы жить так же долго как раньше людям придется правильно питаться и заниматься спортом но большинство не будут этого делать по части питания не было сделано каких-то уточнений касательно определенных нутриентов которых следует избегать или которые будут в избытке но оглядываясь назад я склонен полагать что он говорил о пищевом рационе с высоким содержанием солей и жиров провоцирующим высокое артериальное давление и преждевременный атеросклероз сосудов сердца это что если люди будут слишком ленивыми и тупыми и не будут заниматься спортом как положено то жировой обмен нарушится и возникнет предрасположенность болезни профессор также сказал что информация о правильном питании будет широко доступной но большинство людей в особенности глупых которые вообще не имеют права продолжать жить будут игнорировать эти советы и просто продолжать есть то что кажется удобным и вкусным было сказано и кое-что неприятное о продуктах питания но я уже не могу вспомнить что именно жаль что я не помню сказанное им об опасных и полезных нутриентах что касается занятий спортом то все большее число людей будут им заниматься в особенности бегом потому что бегать может любой для этого не требуется никакого специального оборудования или место бегать можно где угодно как он выразился люди будут бегать везде в том же ключе он заметил что спрос порождает предложение и это касалось спортивной одежды и оборудования поскольку все это станет широко доступным и будет рекламироваться особенно кроссовки то это будет стимулировать интерес людей к бегу и станет частью компании общественной пропаганды людей будут подбивать покупать красивое спортивное оборудование и заниматься спортом в контексте питания он также отметил что число точек общепита будет стремительно расти и это будет связано с семьями поскольку все большее число людей будет питаться вне дома то обыкновение есть дома за семейным столом утратит свою значимость а это в свою очередь связано со все более широко доступными полуфабрикатами для быстрого приготовления тем что можно засунуть в микроволновку появятся целые наборы из блюд полуфабрикатов и конечно же мы такое уже сейчас наблюдаем но изменение подхода к питанию вне дома и еде приготовленной дома из полуфабрикатов было предсказано еще до того как оно началось полуфабрикаты для быстрого приготовления станут факторами риска всем кто будет настолько ленив что предпочтет полуфабрикаты еде собственного приготовления придется отрывать свою задницу от дивана для занятия спортом потому что если человек настолько ленив что не хочет заниматься спортом или готовить себе пищу то он не заслуживает жить долго все это профессорам было преподнесено как некое моральное суждение о людях и о том как они должны расходовать свою энергию те кто поумнее узнают все о своих питательных веществах и будут следить за собой заниматься спортом и правильно питаться такие люди будут считаться более достойными примерно где-то на этом месте лекции было сказано несколько слов об ускорении периода полового созревания это было связано со здоровьем а затем и с образованием и с ускорением процесса эволюционных изменений прозвучало утверждение о том что мы полагаем что сможем ускорить эволюцию в том направлении в котором хотим ее развития это я помню как некое общее заявление не припоминаю чтобы помимо этого были даны какие-то пояснения следующим вопросом была религия и это было сказано убежденным атеистом в 1969 году религия это не обязательно нечто плохое многим людям она необходима с ее мистериями и ритуалами и они ее получат но основные религии существующие сегодня должны быть изменены потому что они несовместимы с грядущими переменами старые религии в особенности христианство должны будут уйти в прошлое как только пойдет римская католическая церковь все остальное христианство как ее производная тут же последует за ней и тогда во всем мире можно будет принять новую религию включающую что-то от всех прежних чтобы сделать ее более приемлемой и своей но большинству людей до этого не будет дела они посчитают что для них она не нужна и с этой целью библия будет изменена она будет заново переписана чтобы соответствовать новой религии постепенно ключевые слова в ней будут заменены на новые имеющие различные смысловые оттенки поначалу значение закрепленное за новым словом будет близким к старому но с течением времени будут усилены другие смысловые оттенки этого слова и тогда одно слово постепенно заместиться другим не знаю понятно ли я объясняю но идея состоит в том что не обязательно переписывать все святое писание нужно всего лишь заменить одни ключевые слова другими многозначность закрепленную за любым словом в дальнейшем можно будет использовать в качестве инструмента для изменения смысла всего святого писания и тем самым сделать его пригодным для этой новой религии большинство людей даже не заметят разницы и дойдя до этого места он в очередной раз сказал а тех немногих кто заметит будет слишком мало чтобы на что-то повлиять затем прозвучало одно из самых поразительных заявлений за всю презентацию профессор сказал некоторые из вас наверно думают что церковь не поддержит этого но церковь нам поможет он никак это не пояснил и было непонятно что он имел ввиду но повторил церковь нам поможет оглядываясь в прошлое некоторые из нас теперь наверное догадываются что он тогда имел ввиду помню лишь я подумал нет не помогут и вспомнил слова господа нашего обращенные к петру и я говорю ты петр и на этой скале я построю церковь мою и врата адовы не одолеют ее так что да некоторые люди от церкви могли и помочь и за прошедшие 20 лет мы видели как некоторые люди в церкви помогали но мы также знаем что слово господа нашего нерушима и врата ада не одолеют его еще одной темой обсуждения стало образование в контексте образования и памятую сказанное им о религии в продолжении слов об изменении библии он добавил что изменения коснуться и классической литературы как я помню он привел в качестве примера произведения марка твена но он заметил что случайный читатель читающий измененный вариант книг этого классика даже не заметит внесенных поправок для того чтобы заметить придется перебирать все произведение слова за словом чтобы признать что какие-то изменения имели место а целью этих изменений будет помощь в принятии новой системы в отношении образования он указал что дети будут больше времени проводить в школе но не будут получать никаких знаний они будут узнавать что-то но меньше чем прежде появятся школы в более обустроенных районах и с более качественными преподавателями в которых дети будут узнавать больше таких улучшенных школах обучение будет ускоренным тут он в очередной раз сказал мы думаем это сможет подтолкнуть эволюцию похоже он считал что если заставлять детей узнавать больше то их развитие их мозга ускорится их потомство начнет эволюционировать что-то вроде ускорения эволюции при котором дети будут учиться и становиться более разумными в более раннем возрасте как если бы это ускорение изменило их физиологию целом продолжительность школьного обучения будет увеличена что подразумевало и увеличение продолжительности учебного года не помню точно чтобы он говорил что учебный день станет длиннее но точно помню что он сказал занятия будут продолжаться и летом и что летние каникулы уйдут в прошлое и это затронет не только учащихся отпуск перестанет ассоциироваться с летом и привычным делом станет отдых в любое время года для большинства людей получение образования будет занимать более продолжительное время для того чтобы получить объем образования который изначально давался при получении степени бакалавра теперь потребуется ученая степень и более длительное обучение так что большая часть обучения станет пустой тратой времени конкурс в хорошие образовательные учреждения станет более жестким когда он об этом сказал я сделал заключение о том что это затронет все образовательные институты и от первоначальных классов до колледжей однако я не помню чтобы он действительно произносил это вслух учащимся придется решать в более юном возрасте что им хочется изучать чтобы приступить к профильному обучению раньше станет труднее поменять свою будущую профессию если ты выбрал направление обучение станет гораздо более углубленным но при этом более узким без разрешения доступ к материалам выходящим за пределы вашей специальности и области знаний будет закрыт люди будут специалистами в узкой области своей профессии но не смогут получить более широкого образования и не смогут понять что происходит в общем и в целом уже тогда он говорил об использовании компьютеров в сфере образования и при этом уточнил что любому кто захочет получить доступ к компьютеру или книгам напрямую не связанным с его областью понадобится очень веская причина а иначе в доступе будет отказано еще одним аспектом было то что школы вообще станут занимать более важное место в жизни людей в дополнение к своим учебным занятиям детям придется участвовать в школьных мероприятиях если они не захотят оказаться изгоями услыхав все это первое о чем я подумал футбольные или бейсбольные команды которые мы в детстве формировали на площадках и пустырях то есть детей которым хочется чем-то заниматься вне школы будут практически заставлять заниматься этим же самым в школе а вне школы почти ничего не будет и нагрузки учебной программы наряду с возросшими требованиями быть частью чего-то еще спортивного клуба или школьного кружка как он признал приведут к тому что некоторые ученики просто сгорят он сказал те кто по умнее научатся справляться со стрессами и выживать учащимся будет оказывается какая-то психологическая помощь по преодолению стресса но те кто послабее не дойдут до финиша им придется заняться чем-то другим связи с этим а также в связи с темой алкоголизма и наркомании он отметил что драматически возрастет объем услуг психиатров было отмечено что в ходе гонки за достижениями многим людям понадобится помощь и те кто чего-то стоит смогут ее получить и обретут какие-то преимущества и станут еще более успешными а те кто не смогут останутся на обочине жизни и будут чем-то вроде расходного материала обучение будет продолжаться всю жизнь и взрослые тоже будут учиться постоянно будет появляться новая информация и взрослым придется постоянно прилагать усилия чтобы идти в ногу а если вы не в состоянии поспевать значит вы уже старый это будет еще одним способом дать пожилым людям понять что их время вышло и пора уже принимать таблетку милосердия если вы слишком устаете от эстафеты образования или не способны запоминать новую информацию то это звоночек пора готовиться уйти со сцены часть книг просто исчезнет из библиотек помимо редактирования классики о котором я упоминал в контексте замены ключевых слов в библии профессор заявил некоторые книги просто исчезнут из библиотек это было связано с тем что некоторые книги содержат информацию или идеи которые не должны быть у всех на виду поэтому такие книги должны будут исчезнуть я точно не помню как по его словам этого следовало достичь но в связи с этой темой у меня в голове отложилось кражи то есть определенным людям будут даны указания пойти в определенные библиотеки взять там определенные книги и просто уничтожить их это не обязательно будет неким процедурным вопросом их просто украдут а в более далекой перспективе и вовсе не каждому будет разрешено иметь дома книги и некоторые книги будут запрещены вовсе изменение законов далее была рассмотрена тема изменения законов в то время как во многих штатах существовали голубые законы воскресные распродажи определенные виды работ по выходным дням он сказал что все они будут отменены в законы об азартных играх будут отменены или смягчены так что азартных игр станет больше он заметил что в азартных играх будут участвовать и правительство с тех пор мы видели как по всей стране появилось множество государственных лотерей и уже тогда в шестьдесят девятом нам было сказано что так это и будет довод стоявший за этим был такой почему все доходы от азартных игр должны оставаться в частных руках если государство может иметь с этого выгоду и потом у людей должна быть возможность играть в азартные игры если они захотят и это станет обычным делом они каким-то приватным нелегальным занятием изменятся и законы о банкротстве я не помню детали помню только что они будут изменены и ретроспективно я вижу что это было уже сделано будет изменено либо будет по-иному толковаться антимонопольное законодательство в связи с изменениями в антимонопольном законодательстве проскользнуло утверждение о том что будет усилена конкуренция но это возросшая конкуренция будет существовать в контролируемых условиях она не будет свободны у меня сохранилась ассоциация что это будет похоже на соревнование между членами одного клуба участвовать в ней со стороны будет невозможно это все равно как команды и конкурирующие в рамках одной профессиональной спортивной лиги если вы состоите в национальной футбольной лиги или американской или национальной бейсбольной лиги то вы соревнуетесь в пределах своей лиги но правила соревнований в пределах лиги единое так что это перестанет быть действительно свободным состязанием провоцирование наркомании для создания атмосферы джунглей возрастет употребление наркотиков увеличится потребление алкоголя усилятся и меры сил правопорядка по борьбе с наркотиками при первом восприятии это прозвучало противоречиво казалось бы зачем вызывать рост наркомании и одновременно усиливать меры по борьбе с наркотиками но идея отчасти состояла в том что возросшая доступность наркотических веществ создаст атмосферу диких джунглей в которых слабые и непригодные будут отсеиваться здесь он выразился так прежде чем земля стала перенаселенной на ней царил закон джунгли при котором выживали только самые приспособленные приходилось защищать себя от окружающей среды диких животных и болезней но если вы приспосабливались то выживали а теперь мы стали настолько цивилизованными сверх цивилизованными что не приспособленные выживают исключительно за счет тех кто более приспособлен наркотическая зависимость в определенном смысле восстановит закон джунглей с отбором наиболее приспособленных к выживанию новости о наркомании и усилиях правоохранительных органов по борьбе с ней будут удерживать наркотики в общественном сознании они же будут способствовать уменьшению ничем не оправданы и беспечной уверенности американцев в том что этот мир безопасное и милое место алкоголизм то же самое произойдет и с алкоголем алкогольная зависимость будет одновременно и поощряться и осуждаться восприимчивые и слабые клюнут на рекламу и будут пить алкоголь попадая в алкогольную зависимость вождение в нетрезвом виде станет не просто проблемой будут устанавливаться все более строгие законы за вождение в пьяном виде и все больше и больше людей будут терять право на вождение автомобилем с другой стороны для преодоления наркотической и алкогольной зависимости увеличится предоставление психологической помощи а идея продвижения этого заключается в том что наркотики и алкоголь будут использоваться для отсева неприспособленных тех кто во всех прочих отношениях будет вполне достойным но будет попадаться на этот крючок если они будут хоть чего-то стоить у них хватит ума обратиться за психологической помощью и использовать ее себе во благо и все это было преподнесено как некая индульгенция со стороны авторов этих планов он как бы говорил вам кажется что мы плохие раз насаждаем плохое но ведь мы молодцы мы предлагаем и выход эта же тема была связана с ограничением свободы передвижения которое мы рассмотрим позже не каждый должен будет иметь право путешествовать куда угодно как это сейчас имеет место быть в сша нет никакой необходимости делать это подобным образом это должно быть привилегии именно с таким высокомерием это и было произнесено понадобится все больше тюрем для этих целей станет можно использовать больницы часть новых больниц будет проектироваться таким образом чтобы их можно было приспосабливать под тюрьмы если вам нужен образ будущего вообразите сапог топчущие лицо человека вечно и помните что это навечно партия стремится к власти исключительно ради ее самой нас не занимает чужое благо нас занимает только власть не богатство не роскошь не долгая жизнь несчастье только власть чистая власть война это мир свобода это рабство незнание это сила большой брат следит за тобой цитата из книги джордж оурелл 1984 ничто не постоянно будут заново проложены и переименованы улицы районы в которых вы какое-то время не бывали станут казаться незнакомыми наряду с прочими элементами эти изменения будут вызывать у пожилых людей ощущение что пора уходить что им уже не поспеть за переменами когда-то хорошо знакомых мест дома будут намеренно держать незаселенными и они будут ветшать а в некоторых районах разваливаться будут целые улицы для тех кто не приспособился к такому это создаст подавляющую атмосферу джунглей в этой же связи профессор заметил что здание и мосты будут возводиться с таким расчетом что через какое-то время они будут обрушаться увеличится число автомобильных авиационных и железнодорожных катастроф это еще больше усилить чувство незащищенности через какое-то время после презентации в нашем районе рухнул только что построенный мост затем был обнаружен дефект в еще одном новом мосту этот тоже обрушился я помню что читал разрозненных случаях по всей стране то здесь то там обрушивался торговый центр аквапарк именно в тот момент когда в нем было полно покупателей или посетителей помню также что у нас в районе был торговый центр первый в котором мне довелось побывать и при большом скоплении людей все здание начало вибрировать у меня тогда мелькнула мысль не тот ли это случай о котором говорил профессор дэй я беседовал со строителями и архитекторами но в ответ услышал нет это хорошо если здание вибрирует значит она гибкая они жесткая может она и так поживем увидим далее при этом в некоторых районах город будет содержаться как положено так что не везде в городах будут трущобы использование криминала в целях управления обществом будут создаваться и трущобы и районы в которых будет поддерживаться порядок люди которые смогут выбраться из трущоб научиться больше ценить важность успеха то есть если они так сказать покинут джунгли и придут в цивилизацию то смогут гордиться собственными достижениями и не будут испытывать жалости к тем кто остался в наркоджунглях или разваливающихся кварталах затем прозвучало довольно таки удивительное заявление мы полагаем что сможем эффективно ограничить преступность границами трущоб так что она не особенно будет затрагивать благополучные районы наверное следует заметить что спустя 20 лет я привожу мне буквальные цитаты так что когда я говорю что цитирую это значит что я передаю общий смысл сказанного близкий к дословному хотя и не всегда точно помню я задался вопросом откуда он может быть настолько уверен что криминальные элементы останутся там где этого будут хотеть управленцы но он продолжил в том смысле что понадобится увеличить уровень безопасности в районах которые получше то есть больше полиции и более скоординированные полицейские мероприятия он не сказал этого буквально но я тогда подумал какие же шаги предполагается предпринять для консолидации всех полицейских департаментов пригородов вокруг больших городов кажется у общества джона берча был лозунг поддерживай местную полицию не дай полиции консолидироваться не это ли профессор имел ввиду говоря о безопасности но четко об этом не было сказано так или иначе он еще сказал что появится целая новая индустрия квартирных систем безопасности и будут разработаны особые замки и сигнализация которая будет чудесным образом передавать сигнал прямо в полицейский участок для того чтобы люди могли защитить свое богатство и благосостояние ведь какая-то часть преступности все же будет выплескиваться и в благополучные более зажиточные на вид районы в которых есть чем поживиться и опять это было преподнесено как спасительное свойство да мы порождаем всю эту преступность но мы же даем и средства защиты от нее эта мысль красной нитью проходила через всю презентацию признание в злодеянии и последующим самооправданием смотрите мы же дали вам и вход и выход из этой ситуации уменьшение американского промышленного превосходства обсуждалась и американская промышленность я тогда впервые услышала понятие глобальной взаимозависимости указанный план состоял в том что в секторах промышленности и торговли в единой глобальной системе разным странам будут отведены разные роли ситуацию при которой соединенные штаты продолжают иметь превосходство относительную независимость и самодостаточность придется изменить здесь он в очередной раз заявил что для создания новой структуры сперва придется разрушить старую и американская промышленность была на очереди нашу промышленность придется ограничить для того чтобы дать другим странам шанс создать свою промышленность иначе они так никогда не смогут составить конкуренцию сша это в особенности касалось урезание нашей тяжелой промышленности при том что точно такие же типы тяж промо будут развиваться в других странах в частности в японии в этом месте зашла речь о стали литейные и в особенности автомобильные промышленности что из японии автомобили будут экспортироваться наравне с автомобилями произведенными в штатах но выпущенные в японии будут более качественными производимое в сша будет таким что будет ломаться и разваливаться на части так что люди будут склонны отдавать предпочтение импортным товарам и это окажет некоторую поддержку иностранным конкурентам в качестве одного из примеров приводились японские автомобили не помню чтобы в шестьдесят девятом году японские автомобили вообще продавались в америке в любом случае популярностью они не пользовались идея заключалась в том чтобы к автомобилям ford general motors chrysler или другим подобным накапливалось отвращение из-за того что разные мелочи вроде оконных ручек отваливались бы а какие-то пластмассовые части ломались бы хотя будь они сделаны из металла то ничего бы с ними не случилось патриотизм в духе покупая американское вскоре отступит перед практичностью если купить что-то японское немецкое или вообще импортная то такая вещь прослужит дольше и ты только выигрыш от этого патриотизму предстояло пойти коту под хвост повсюду приводились примеры того как что-то разваливалась на части не помню приводил ли он какие-то примеры кроме машин но в моем мозгу отпечаталась картинка с хирургом в операционной у которого в критический момент ломается какой-то инструмент приводил ли он подобные примеры в ходе презентации по ходу выступления он упоминал что будут намеренно изготавливаться бракованные или ненадежные изделия и не только для разрушения патриотизма но и для создания источника раздражения для тех кто ими пользуются и опять-таки идея о том что нельзя чувствовать себя в полной безопасности подтверждала взгляд на мир как не очень-то надежное место соединенные штаты будут удерживать в числе лидеров области информации средств коммуникации высоких технологий образования и сельского хозяйства америку предполагалось и дальше рассматривать как некий краеугольный камень этой глобальной системы однако тяжелую промышленность предстояло вывести за пределы страны в числе аргументов против тяжелой промышленности прозвучал довод о том что хватит с нас вреда наносимого экологии через трубы заводов и промышленные отходы пусть это возьмет на свои плечи кто-то другой и это вновь предполагалось представить как некое искупление которое американцы должны были принять вы отобрали у нас нашу промышленность но зато спасли нашу экологию так что они ничего плохого не сделали а мы ничего особенного и не потеряли подвижки масс населения и экономик разрушения социальных устоев в этой связи зашла речь о том что в результате ликвидации промышленности люди будут терять работу что повлечет за собой возможности по переквалификации а главное по перемещению больших масс населения небольшая ремарка остановлюсь на ней пока не забыл подвижки масс были необходимы для того чтобы люди стремились перебраться в солнечный пояс на новом месте они окажутся как бы людьми без корней а в таком месте где находится много пересаженных людей изменить их традиции легче чем там где они выросли где были большие семьи и где находятся их корни или вот такие вещи как например новая система медицинского обслуживания если вы снимаетесь из северо-восточного промышленного города и пересаживаетесь скажем в солнечный пояс или на юго-запад то вы с большей готовностью согласитесь на любое медобслуживание которое там будет более жестко контролируемого нежели в местах где у вас были корни и поддержка вашей семьи в том же контексте им было упомянуто и он использовал множественное местоимение мы что мы первым делом возьмем под контроль портовые города нью-йорк сан-франциско сиэтл суть заключалась в том что эта часть стратегии включающая философию и образ жизни если ты контролируешь портовые города то расположенная между ними центральная часть страны будет вынуждена сдаться я не могу останавливаться на этом подробнее но это интересная тема центральная часть то есть средний запад похоже сохранила свой консерватизм но если вы ликвидируете промышленность и рабочие места и начнете переселять людей то это уже стратегия разрушения консерватизма если исчезает промышленность и люди становятся безработными и бедными то они примут любые изменения пожертвуют моральными принципами и привязанностями ради того чтобы выжить это не моя жизненная философия это философия докладчика какая-то часть тяжелой промышленности будет сохраняться чтобы осталась рассада для необходимых производственных навыков на тот случай если основной план не сработает желаемым образом то есть без навыков и средств производства страна не останется но это будет просто план на случай непредвиденных обстоятельств предполагалось и ожидалось что глобальная специализация будет продолжена но повторюсь одной из целей всего этого является то что в условиях такой глобальной взаимозависимости национальная самобытность будет ослабляться каждый регион будет зависим от того или иного жизненного важного элемента из других районов в итоге мы все станем скорее гражданами мира чем гражданами какой-то конкретной страны спортивные соревнования как инструмент общественных изменений примерно на этом месте можно поговорить о физкультуре и спорте для ослабления национализма американский спорт должен был отчасти измениться в сша должен был получить развитие и популярность международный вариант футбола это было довольно интересно поскольку в то время в этом регионе о футболе практически ничего не знали 50-х у меня было несколько друзей которые учились в других начальных школах они там играли в футбол и тогда это было в диковинку так что услышать как он говорит о футболе в этой части света было весьма удивительно но так или иначе футбол виделся профессору даю как международный вид спорта который будет пропагандироваться а традиционный американский бейсбол будет ослабляться его вероятно ликвидируют поскольку его могут воспринимать как чересчур американский а ликвидации подобных вещей он как раз и вел речь первой мыслью могла быть такая если игрокам мало платить они не захотят играть за маленькие деньги бросят играть в бейсбол и уйдут в какой-то другой вид спорта или деятельности но да и сказал что система действует не так на самом деле для того чтобы развалить бейсбол нужно наоборот резко поднять зарплату игрокам идея заключается в том что абсурдно высокие заработки вызовут определенное недовольство и антагонизм со стороны населения которое будет негодовать из-за того что игрокам так много платят также и в среде самих спортсменов будет расти недовольство из-за того кто сколько получает и они начнут уходить из порта эти же высокие зарплаты могут разорить владельцев команд и враждебно настроить фанатов бейсбола и тогда фанаты будут поддерживать футбол а бейсбольные поля можно будет приспособить и использовать для футбола он не сказал что это непременно произойдет но в том случае если международный дух не будет распространяться достаточно быстро такое можно будет и осуществить он еще кое-что рассказал о футболе в том же ключе я припоминаю как он сказал что ликвидировать футбол будет сложнее потому что в него массовые играют и в колледжах и в профессиональных лигах и поэтому развалить его будет труднее футболе также имелось что-то связанное с насилием имевшим ощутимую психологическую потребность а у людей есть потребность в таком компенсатор нам насилие в этой связи футбол вероятно можно будет и оставить для удовлетворения такой потребности то же самое справедливо и в отношении хоккея у хоккея уже имелся более выраженный международный дух его должны будут продвигать предвиделась некоторая международная конкуренция в области хоккея и в особенности футбола в то время международность хоккея пролегала между соединенными штатами и канадой меня это несколько поразило потому что я не ожидал что этот лектор как-то впечатлит меня как хоккейного фаната каковым я и являюсь и оказался неправ он точно знал про эту игру ее роль в этом плане по изменению спортивных состязаний но как бы то ни было футбол должен был стать краеугольным камнем атлетики поскольку он уже имеет всемирную популярность в южной америке европе некоторых районах азии и к этому списку следовало бы добавить и сша все это будет способствовать международному соперничеству и таким образом все мы станем гражданами мира а не какой-то ограниченной страны или нации была затронута тема охоты что и неудивительно для охоты требуется ружья а контролю над огнестрельным оружием в этих планах уделялось большое внимание я не очень помню подробности но идея заключалась в том что владение оружием является привилегии и не у каждого должно быть право на владение им охота не является адекватным основанием для того чтобы иметь огнестрельное оружие и должно ввести общее ограничение на это тем немногим привилегированным людям которым будет разрешено охотиться придется брать оружие на прокат или заимствовать его у официальных лиц но не иметь своего собственного конце концов не у всех имеется потребность в оружие так это было преподнесено очень важной частью плана в области физкультуры и спорта был спорт для девочек физкультура для девочек будет навязываться для того чтобы стать заменой играм с куклами куклы по-прежнему будут в продаже но такого количества и разнообразия как сейчас уже не будет их не будут популяризировать потому что девочки не должны думать о детях и деторождении девочки должны находиться на спортплощадке там же где и мальчики никакой особой разницы между ними быть не должно за куклами должны будут последовать и детские чайные сервизы и все прочее из того что традиционно считалось девчоночь им все это будет угасать и у девочек будут появляться все более мальчишечие увлечения и занятия еще помню что страницы спортивных журналов заполняются результатами состязаний девичьих команд наряду с мальчишечами и спустя 20 лет в наших газетах это начинает проявляться результаты женских состязаний рядом с мужскими так что все это направлено на изменение образца для подражания тому какой должна быть девочка взрослее она будет стремиться стать спортсменкой а не матерью насаждение секса и насилия через индустрию развлечений постепенно кинофильмы будут становиться все более откровенными в плане секса и сквернословия ведь в конце концов секс и сквернословия существует так зачем притворяться что их нет в кинотеатрах и на телевидении будут демонстрировать порнографические фильмы в то время еще не было видеомагнитофонов но он заметил что появится видеокассеты и видеомагнитофоны и все они будут доступными для домашнего просмотра равно как и в кинотеатрах и по телевизору он сказал что-то вроде вы увидите как люди делают фильмах все что только можно себе представить целью всего этого как он сказал было выставить секс на показ этот тезис он также не раз повторял секс на показ у всех на виду насилие будет изображаться более реалистично чтобы притупить восприимчивость людей подобным вещам со временем станет понятно к чему это все ведет то есть насилие в индустрии развлечения станет более реалистичным в результате чего людям станет легче адаптироваться к нему изменится и отношение к смерти люди перестанут ее бояться и будут легче принимать ее и при виде мертвых или раненых людей не будут приходить в ужас нам не нужно утонченное население которое будет впадать в ступор от того что она может увидеть люди просто научиться говорить не хотел бы я чтобы такое произошло со мной и шли дальше это было первое заявление из которого следовало что план включает в себя многочисленные человеческие жертвы которые увидят те кто выживет именно этот конкретный аспект презентации четко всплыл у меня в памяти несколько лет спустя когда вышел фильм об одиноком рейнджере я взял своего маленького сына на премьеру в начале фильма было несколько очень жестоких сцен одну из жертв убили выстрелом в лоб и на том месте где в него вошла пуля появился всплеск и кровь и я помню что пожалел что взял сына с собой и испытал чувство гнева по отношению к выступавшему врачу даю не потому что он создал этот фильм а потому что он согласился быть частью этого процесса у меня этот кинофильм вызвал отвращение и поэтому я со всей остротой воскресил в памяти этот аспект его презентации что касается музыки то он высказался просто и понятно музыка станет еще хуже шестьдесят девятом году рок-музыка становилась все более и более неприятной что интересно он выразился станет еще хуже тем самым признавая что она уже плохая тексты станут более откровенными в сексуальном плане больше не будут издавать сладкую романтичную музыку вроде той которую сочиняли до этого всю старую музыку уберут на определенные радиостанции и на грамм пластинки чтобы пожилые люди могли ее слушать а у молодых людей будут свои радиостанции с музыкой которая будет становиться все хуже и хуже он вроде бы указал что одна возрастная группа не будет слушать музыку другой пожилые люди будут просто отказываться слушать тот хлам который будут предлагать молодежи а молодежь примет тот хлам потому что он стал символом молодого поколения и позволил ему обособиться от пожилых помню я тогда подумал что это вряд ли продлится очень долго потому что даже подростки не захотят слушать эту дрянь если они смогут послушать старую более приятную музыку сожалению я ошибался некоторые достигнув 20 лет улучшили свой музыкальный вкус но в целом он оказался прав многие привыкли к этому хламу и ничего другого им больше не стало нужно большинство из них просто не выносят действительно красивую музыку мелодичную он также сказал что в музыке будут заложены некие инструкции и месседжи для молодых хотя никто этого даже не будет знать что-то там есть такое все будут думать что это просто громкая музыка то время я не очень понимал что он имел ввиду но в ретроспективе я думаю мы теперь знаем что за инструкции содержались в музыке для молодежи это демонизм и вновь он оказался прав этот аспект как бы наложился на идею о том что индустрия развлечений станет инструментом по воздействию на молодежь она не изменит старшее поколение поскольку люди в летах уже не изменят своих привычек и потому все изменения будут направлены на молодых которые еще находятся в стадии формирования старшее поколение не только не изменить но она уже не особенно то и нужно по мере того как она будет доживать свое будет формироваться молодое поколение именно она станет важным для грядущего 21 века он также отметил что все старые фильмы вновь вернуться на экраны услышав это я вспомнил про некоторые старые фильмы которые я бы хотел вновь посмотреть и подумал интересно их тоже переиздадут наряду с возвращением старых фильмов и музыки для пожилых появятся и другие привилегии для них такие как бесплатный проезд льготы скидки налоговое послабление утверждалось что это будет своего рода наградой поколению которая пережила депрессию и перенесло тяготы второй мировой войны мол они этого заслужили и будут вознаграждены всеми этими преимуществами а возвращение старой доброй музыки и старых добрых фильмов поможет им прожить последние годы с комфортом затем презентация начала принимать более зловещий оборот с уходом этого поколения а это произойдет в начале 1980-х начале 90-х то есть в наши дни начнется постепенное закручивание гаек и она будет ускоряться старые фильмы и песни уберут подальше индустрия развлечений из прошлого тоже исчезнет ограничение свободы передвижения и имплантированные удостоверение личности путешествие вместо того чтобы быть доступными для пожилых строго ограничат людям понадобится получать разрешение на поездку и для них будет необходимо наличие какой-то уважительной причины нет важного повода для поездки нет разрешения и еще всем нужно будет иметь при себе удостоверение личности сначала это будет что-то вроде идентификационной карты с вашими данными и вы будете обязаны предъявлять ее по первому требованию и уже тогда было запланировано что со временем будет разработано специальное устройство с вашими данными которые вам будут вживлять под кожу это исключит возможность подделки документов и оправданий типа я потерял свое удостоверение было заявлено что проблема с такими подкожными имплантами заключалась в создании материала который не будет вызывать инфекцию или реакцию отторжения со стороны организма и при этом будет обладать способностью хранить и передавать записанную информацию на некое сканирующее устройство упоминался силикон то время считалось что он хорошо переносится его использовали для увеличения груди женщинам которым казалось что у них слишком маленькая грудь устанавливали силиконовые протезы и полагаю эта практика продолжается и поныне как бы то ни было силикон в то время рассматривался как многообещающий материал для решения обеих задач хранение информации которую можно было бы снимать с помощью электронных устройств и пребывание в теле человека без реакции отторжения контроль за качеством пищевых продуктов поставки продовольствия будут взяты под жесткий контроль если прирост населения не будет замедляться то будет спешно создана нехватка продовольствия чтобы люди осознали опасности которые влечет за собой перенаселение но вне зависимости от того замедлится ли демографический рост или нет продовольственное снабжение должно будет взято под централизованный контроль с тем чтобы людям хватало еды на пропитание самих себя но при этом исключалась возможность поддержки каких-то беженцев или беглецов не принимающих новую систему иначе говоря друзей или родственников которые не будут поставлены на учет а выращивание собственных продуктов будет поставлена вне закона для этого будет найден какой-то предлог как я упоминал в начале всегда есть две цели провозглашаемая и реальная провозглашаемая цель будет прикрываться утверждениями о том что выращивать собственные овощи это небезопасно что через них передаются болезни или что-то в этом роде то есть приемлемая идея будет заключаться в защите потребителей однако реальная цель будет состоять в ограничении продовольственного снабжения при том что если вы выращиваете что-то сами то вы преступник управление погодой затем была упомянута погода и прозвучало еще одно совершенно поразительное заявление он сказал мы можем или уже вскоре сможем управлять погодой и уточнил я говорю не просто рассеяние кристаллов едида в облаках для вызывания дождя это уже и так применяется я имею ввиду настоящее управление погода рассматривалась в качестве средства ведения войны средства влияния на государственную политику с помощью такого оружия можно вызывать дожди или даже не допускать их с целью оказания влияния на определенные районы и взятие их под свой контроль в этом смысле было два весьма удивительных момента он сказал с одной стороны можно вызывать засуху в период роста и ничего не вырастет а с другой вызывать проливные дожди в период жатвы и поля так развезет что урожай не смогут убрать а можно сделать и то и другое он не объяснил как это будет сделано было лишь сказано что это или уже возможно или вот-вот станет реальностью политика он сказал что лишь очень немногие люди действительно знают как функционирует правительство что-то в том смысле что на выборных должностных лиц влияют таким образом что они даже не осознают этого и осуществляют планы составленные для них при этом считая что это их собственные планы но на самом деле имя манипулируют полностью понимание того как люди реагируют означает умение заставить их делать то что тебе нужно по ходу презентации он сделал два заявления которые я хочу сейчас обозначить не помню в какой именно и части они были сделаны но они значимы с точки зрения понимания общей картины первое утверждение одномоментно люди могут удерживать в голове действовать исходя из двух противоречащих друг другу идей при условии что эти идеи достаточно удалены друг от друга второе утверждение очень хорошо известно как рационалисты отреагируют на определенные обстоятельства или информацию с которыми они сталкиваются так что для получения нужной реакции вам необходимо всего лишь регулировать информацию и данные поступающие к ним или обстоятельства в которых они находятся и поскольку они будут вести себя как рациональные люди то они делать будут то что вам от них нужно при этом они могут и не понимать что они именно делают и почему с фальсифицированные научные исследования затем примерно в этом же контексте прозвучало заявление по сути признающие что результаты многих научных исследований были сфальсифицированы для достижения желаемых результатов он заявил люди слишком доверчивы они не задают правильных вопросов это было интересное заявление поскольку все и докладчик и его аудитория являлись докторами медицины людьми профессия которых по определению предполагает объективность и беспристрастно научный подход людьми для которых наука есть альфа и омега всего поэтому упоминание о фальсификации научных данных для такой аудитории было равнозначно богохульство в церкви во всяком случае исходя из всего этого должен был возникнуть новый международный руководящий орган управления вероятно из недр оон и международный суд но не обязательно через эти структуры это можно будет сделать и по-другому признание оон в то время не являлась столь широким как на то рассчитывали поэтому и дальше будут прилагаться усилия направленные на увеличение значимости оон люди по всему миру все больше и больше будут свыкаться с идеи об отказе от национального суверенитета экономическая взаимосвязь будет способствовать достижению этой цели мирным путем стремление избежать войны будет содействовать решению этой задачи с точки зрения обеспокоенности военными действиями и в этой связи было заявлено что война устарела мне эта фраза показалась интересной потому что устаревшие это нечто такое что когда-то считалось полезным но больше таковыми является а война устарела из-за наличия ядерных бомб она утратила управляемость раньше войнами можно было легко управлять но стоит ядерному оружию попасть не в те руки как может произойти непреднамеренная ядерная катастрофа нам оставалось лишь гадать имелись ли под этим ввиду террористы но позднее я стал задаваться вопросом а что если не те руки это еще и те о ком мы все время думали что у них есть ядерное оружие а на самом деле его у них нет ведь уже говорилось про тяжелую промышленность которую в сша сохранят на случай если глобальные планы не сработают также и в случае если какая-то страна или некто наделенной властью решит выпасть из колоды и пойти своим путем что в этом случае будет с их ядерным арсеналом рассуждая о том что они могут попасть не в те руки он что-то сказал и насчет того что владение ядерным оружием находилась под жестким контролем намекая тем самым что любой обладатель ядерных вооружений намеревался сохранить их в число стран владеющих ими непременно входил и советский союз если у него вообще есть ядерное оружие и помнится у меня тогда возник вопрос уж не хочет ли он сказать или намекнуть что сша добровольно передали такие вооружения советом то время о подобном было просто страшно даже подумать не говоря о том что признать такой факт хотя вожди советского союза похоже были настолько зависимы от запада что возникал вопрос а нет ли опасений что они попытаются отстаивать свою независимость имея такое оружие так что не знаю наверное это уже из области предположений кого именно он имел ввиду говоря если это оружие попадет не в те руки может быть просто террористов в любом случае эту новую систему внедрят если не через мирное сотрудничество с теми кто добровольно откажется от национальной независимости то через постановку страны на грань ядерной войны будет нагнетаться такая истерия из-за возможности ядерной войны и всех охватить такой ужас что последует мощное давление общественности призывающие к переговорам о мире и народы будут добровольно отказываться от национального суверенитета во имя установления мира и на этой основе появится новая международная политическая система об этом было заявлено и для того времени это было весьма впечатляющие слова если в нужных местах будет слишком много людей которые будут оказывать этому процессу сопротивления то наверное придется применить пару а возможно и больше ядерных взрывов к этому возможно придется прибегнуть чтобы убедить людей что мы не шутим и за этим последовали такие слова к тому времени как пара таких зарядов сработает все даже самые упрямые согласятся и он еще добавил такой мир достигнутый путем переговоров будет выглядеть очень убедительно в том смысле что все было от репетировано но никто об этом не будет знать и даже догадываться те кто услышит эту новость будут уверены что между военными противниками велись переговоры и они в конце концов пришли к осознанию того что мир лучше войны контексте рассуждений о том что война устарела делалось утверждение о том что в войне есть и нечто хорошее одна из фраз сводилась к тому что умирать все равно придется но во время войны у людей есть шанс проявить великую отвагу и героизм если они погибают кто погибает достойная если выживают кто получает признание так что в любом случае для солдат тяготы войны не напрасны потому что за боевые действия они получат награду еще одно оправдание войны было таким если бы многие миллионы жертв первой и второй мировых войн не погибли а продолжали бы жить и рожать детей то людей уже было бы не миллион на миллионе а перенаселение уже наступило бы так что те две великие войны послужили благотворительной целью оттягивания наступление перенаселения но в наши дни у индивидов и у правительств есть технологичные средства демографического контроля и в этом отношении война устарела в ней больше нет необходимости и еще она устарела по той причине что ядерное оружие может уничтожить весь мир война которая некогда являлась управляемой может выйти из-под контроля и по этим двум причинам она устарела терроризм обсуждалась тема терроризма терроризм будет широко применяться в европе и в других частях мира в время предполагалось что необходимости применять терроризм в соединенных штатах не будет необходимость в этом может появиться если америка будет недостаточно быстро продвигаться в сторону принятия новой системы по крайней мере на обозримое будущее таких планов не строилась такое вот великодушие с их стороны быть может терроризм здесь и не понадобится но подтекст был такой что если он понадобится то будет использован наряду с этим был сделан выговор по поводу того что американцам живется слишком хорошо и толика терроризма поможет убедить их в том что мир и в самом деле опасное место или может стать таковым если они не отдадут управление кому положено управление финансами он также рассмотрел тему денег и банковского дела одно из его утверждений звучало так инфляция бесконечно после любого числа можно поставить бесконечное число нулей и десятичные знаки можно ставить где угодно это намек на то что инфляция является одним из инструментов регуляторов преимущественно деньги будут существовать в виде кредита на тот момент так оно и было деньги это прежде всего и есть кредит но расчеты будут осуществляться уже не через наличность или что-то осязаемое а через электронные сигналы на руках останется очень небольшое количество наличности на такие вещи как жвачка и конфеты любая сколь нибудь значительная покупка будет осуществляться электронным способом ваши доходы и зарплаты будут в электронном виде перечисляться на ваш счет образуется единая банковская система со стороны будет казаться что она не одна но по существу и в конце концов будет всего одна система так что когда вам будут начисляться выплаты на ваш балансовый счет будет поступать соответствующие начисления а при покупке чего-либо на месте покупки с вашего счета будет сниматься надлежащая сумма и вам не придется иметь при себе наличные в компьютерах будут храниться записи обо всех совершенных вами покупках так что если вы будете покупать что-то в очень больших количествах и кто-то из официальных органов захочет узнать на что вы тратите свои деньги они в любой момент легко смогут просмотреть историю ваших покупок и выяснить что вы там покупали докладчик заявил что любую покупку значительных размеров такую как автомобиль велосипед холодильник радиоприемник телевизор и другой товар на который можно будет нанести идентификационный код можно будет отслеживать это даст возможность очень быстро установить кто и когда приобрел данную вещь и где она хранится если ее украдут или отдадут другому такое станет возможным благодаря компьютерам возможно сделать накопление будет в огромной мере сокращена люди просто не смогут накапливать какие-либо существенные сбережения также прозвучало некое признание о том что богатство олицетворяет власть а власть в руках большого числа количество людей нежелательно для тех кто осуществляет управление так что если у вас появятся большие сбережения их можно будет облагать налогом чем больше вы скопите тем больше будет налог на ваше сбережение так что вы с вашими сбережениями далеко не уедете к тому же если будет замечено что вы слишком много экономики изберегаете то вашу зарплату смогут урезать вам скажут что-то вроде того ну раз вместо того чтобы тратить вы экономите значит вам столько денег и не нужно вот в чем прелесть тотального контроля до суть этой идеи заключалась в одном не допустить чтобы все люди могли скопить богатство которое сможет негативно повлиять на систему людей одновременно будут стимулировать брать кредиты а также поощрять их прекращать делать выплаты за них и разрушать свою кредитную историю суть здесь опять таки в том что если вы настолько глупы что не способны благоразумно обращаться с кредитом то у властей появится возможность наехать на вас за завал кредита первоначально все электронные платежи будут осуществляться с помощью разных видов кредитных карт что в 1969 году уже в какой-то мере существовало хотя и не так широко как сейчас но как только у людей появятся карты с электронной полоской и они привыкнут к ним будет предложено объединить все это в единой кредитной карте служащий единой денежной системе и тогда уже не нужно будет носить с собой кучу пластмассы слежка вживленные импланты и телевизоры которые следят за вами и так следующим шагом станет единая кредитная карта а затем ее заменят подкожным имплантом единую карту можно потерять ее могут украсть что повлечет за собой проблемы картами можно будет обмениваться для сокрытия личности имплант же нельзя потерять подделать или передать другому человеку так что и вас и ваши счета идентифицируют со стопроцентной точностью подкожный имплант придется размещать в каком-то удобном месте например в правой руке или во лбу в то время когда я впервые услышал это не был знаком с изречениями из книги откровений иоанна богослова лектор продолжил некоторые из вас кто читает библию будет придавать этому значение в свете написанного в ней и затем перешел к отрицанию какой-либо значимости библии все дело просто в здравом смысле именно так система может и должна работать и не стоит привносить сюда какие-то суеверия вычитанные из библии вскоре после этого я ознакомился с текстом завета и важность сказанного профессором дэм была разительной я этого никогда не забуду упоминалось также что через импланты можно будет осуществлять слежку через отправку радиосигналов они могут находиться под кожей или в зубном протезе или в пломбе так что беглецов или каких-либо других граждан можно будет опознавать по определенной частоте их персональных передатчиков в любое время в любом месте любым службам которые захотят их найти это будет особенно удобно для розыска сбежавших заключенных также было упомянуто о наблюдении за конкретными людьми да и сказал вы будете смотреть телевизор а в это время кто-то будет наблюдать за вами сидя за центральной станции мониторинга в телевизорах будет установлена соответствующее устройство и для этой функции исправность самого телевизора не важно кроме того телевизор можно будет использовать для отслеживания того что именно вы смотрите можно будет узнать и что вы смотрите и как вы на это реагируете а вы даже не будете знать о том что за вами наблюдают каким образом людей удастся заставить принять появление таких вещей в своем доме они будут покупать их покупая сам телевизор на первых порах они даже не будут подозревать о существовании этих функций в устройствах было дано описание того что мы сейчас знаем как кабельное телевидение который заменит антенны и при покупке телевизора это отслеживающее устройство просто будет его частью и большинство людей даже не будут догадываться что нечто подобное вообще существует и потом через кабель будет передаваться сигнал на устройство слежения и к тому времени когда люди узнают о том что такая слежка ведется они по ряду причин будут уже слишком зависимы от телевидения точно также как они сегодня зависят от телефона телевидение можно будет использовать и для покупок для того чтобы что-то купить вам не придется даже выходить из дома вы просто включите телевизор и будет какой-то способ взаимодействия телеканала с магазином в котором вам будет нужно что-то купить и можно будет переключаться между различными магазинами чтобы выбрать холодильник или одежду это будет удобно но в то же время вы станете зависимыми от своего телевизора а также и от встроенного в него следящего устройства вам некуда будет деться каким образом можно было бы так покупать через телевизор в то время казалось странной фантазии обсуждались также и аудио устройство на случай если власти захотят услышать что происходит в других комнатах кроме той в которой находится видео контрольное устройство по этому поводу было заявлено для этого может быть использован любой провод входящий в ваш дом например телефонный или сетевой электрический эти слова сказанные уже под конец презентации особенно запомнились мне и когда мы уходили оттуда я сказал одному из своих коллег что сейчас приеду домой и вырву там все провода хотя прекрасно понимал что не смогу обойтись без телефона и электричества а коллега к которому я обратился казалось онемел не знаю помнит ли он сейчас о чем мы тогда говорили и что мы слышали на этой лекции но в тот момент он был остолбеневший до внедрения всех этих новшеств с электронным слежением как было упомянуто повсюду будут основать служебные грузовики и прокладывать новые провода и кабели вот так те кто осуществляют контроль будут знать как продвигается их дело владение недвижимостью рудимент прошлого частное домовладение станет рудиментом прошлого стоимость жилищного строительства и выплата за него постепенно будут увеличены настолько что большинству людей это станет не по карману тем кто уже имеют частные дома будет позволено их оставить но молодым со временем станет все труднее и труднее купить собственный дом им все чаще и чаще придется становиться арендаторами особенно в апартаментах или когда минимумах все больше непригодных домов будут стоять и пустовать их просто не смогут купить однако стоимость жилья снижать не будут вы тут же решите допустим дом пустует цена упадет ну его купят но прозвучало прояснение в таком духе что цены будут держать высоко несмотря на то что предложений будет много так что законы свободного рынка не будут действовать люди не смогут покупать их и постепенно будут вынуждены перебираться в маленькие квартиры которых не будет места для большого количества детей затем после того как число реальных собственников жилья уменьшится они останутся в меньшинстве большинство горожан обитающих на съемных квартирах не будет испытывать к ним никакой симпатии и тогда эти дома можно будет забрать через повышение налогов и другие нормативно-правовые акты которые окажутся губительными для домовладельцев остальное большинство примет это на ура в конце концов появится предписание на то где кому жить и обычным делом станет проживание посторонних людей вместе с семьями тут уж вы не будете знать насколько и кому можно доверять и все это будет находиться под контролем центрального управления жилищным хозяйством имейте это в виду когда в 90-х годах у вас начнут интересоваться сколько спален в вашем доме сколько ванных комнат а обустроенная комната для игр у вас есть подобная информация является конфиденциальной и по действующей конституции правительство не касается наступление тоталитарной глобальной системы когда это новая система вступит в силу от людей потребуется присягнуть ей в верности указав что у них нет никаких отговорок и утаек связывающих их со старой системой для людей которые будут с новой системой не согласны там просто не будет места сказал он мы не можем допустить чтобы она оказалась засорена людьми создающими проблемы поэтому для таких людей будут отведены особые места и здесь я не помню точных слов но вывод напрашивался сам собой в этих особых местах они не слишком долго проживут возможно он сказал что-то вроде гуманно избавиться но точно не помню просто осталось впечатление что если они не будут за одной системой то эта система не станет их терпеть и единственное возможное альтернативой будет смерть примерно в этом же отношении он сказал что не будет никаких мучеников услышав это я поначалу решил что таких людей не убьют но по ходу лекции стало ясно что он имел в виду что они не умрут смертью которая вдохновит других как это бывает с мучениками он сказал нечто иное люди просто будут исчезать и умирать казалось бы от обычных болезней и несчастных случаев и еще несколько дополнительных деталей которые я забыл вставить в более уместные по теме фрагменты он сказал что наступление этой новой системы вероятнее всего произойдет на выходных в зимнее время пятницу вечером все закроется а в понедельник утром когда все проснутся будет объявлено что в силу вступила новая мировая система процессе подготовки соединенных штатов к этим изменениям у людей будет больше забот и меньше чем обычно свободного времени и возможности осмотреться вокруг и увидеть что же происходит кроме того будут происходить многочисленные перемены и станет труднее сохранить свои инвестиции и вложения в ценные бумаги инструменты инвестирования будут изменяться будет изменяться ставка учетного процента так что потребуются большие усилия просто для того чтобы сохранить то что вы уже заработали им было сказано кое-что интересное об автомобилях будет казаться что имеется огромный выбор автомашин однако при ближайшем рассмотрении можно будет заметить что в массе своей это дубликаты и будут изготавливать так чтобы они выглядели по-разному с хромированием с разными колпаками на колесах и прочими тому подобными деталями но при внимательном рассмотрении станет очевидно что один и тот же автомобиль производят несколько производителей недавно мне было показано воплощение этого я был на парковке и заметил маленький ford не помню какой модели и маленький японский автомобиль они были идентичны за исключением нескольких мелочей типа числа отверстий в колесных колпаках хромировки вокруг номера и формы передней решетки но если сравнить все основные компоненты машин они были одинаковыми просто так получилось что их припарковали бок о бок и меня поразило и сходство и я снова вспомнил о словах сказанных много лет назад некоторые выводы позвольте мне суммировать сказанное все это было изложено за один раз человеком в одном месте и касалось множество различных сфер деятельности человека а теперь посмотрите и проверьте что из этого действительно сбылось я имею в виду изменения которые свершились между тем временем и настоящим с 1969 по 1988 год и перемены которые запланированы на будущее думаю нет смысла отрицать управляемость этими планами это что действительно существует заговор и возникает вопрос что же делать сделать наверное нужно все от нас зависящее для того чтобы в максимальной мере передать эту информацию другим людям всем кого она заинтересует кому-то на все это наплевать потому что они заняты своими личными делами но я считаю что мы должны попытаться проинформировать тех кому это не безразлично мы не должны принимать мир и справедливость о которых мы сейчас так много слышим это просто шаблонная фраза для отвода глаз давайте настаивать на свободе и справедливости для всех часть 3 запись интервью взятого рэнди энгель у доктора лоуренса дунигана в 1991 году вопрос рэнди энгель почему бы нам не начать нашу беседу с информации о человеке о котором вы на этих кассетах рассказываете скажем кратко анкетные данные пару слов о его образовании главное о том какое отношение он имеет к ведомству по демографическому контролю думаю именно там он получил большую часть этой информации ответ доктора лоуренса до доктор дэй был главой департамента педиатрии при университете питтсбурга где-то с 1959 по 1964 годы но затем он ушел оттуда и занял пост главного врача американской федерации планирования семьи а потом он внезапно ушел и оттуда я точно не знаю почему мы с ним не были близко знакомы хотя были не просто знакомы я был его студентом и он видел меня на своих лекциях и знал как меня зовут и возможно правил мои экзаменационные баллы и тому подобное я разумеется знал его как лектора он выступал перед нашей учебной аудитории я слушал и записывал его лекции о болезнях вопрос интересно что его имя не столь же известно нашим слушателям как скажем мэри кельдерон и алан гутмахер они в свое время также были главврачами этой организации но доктор дэй не был особенно известен сущности когда я обратилась к изучению архивов американского консульства полового воспитания то обнаружила что там очень редко попадаются документы с его настоящим именем так что он не был наиболее известным среди главврачей этой организации но я бы сказала что он понимал происходящее возможно даже лучше чем кто-либо на этом посту до него и после него вы не могли бы описать обстановку царившую во время той лекции указать ее приблизительную дату по какому поводу она была а затем сказать пару слов об аудитории ответ да это было сообщество педиатров питтсбурга ежегодно проводит примерно по четыре заседания на которых как правило кто-то выступает с докладом на медицинские темы касающиеся педиатрии и эта встреча состоялась весной подобные мероприятия всегда проводятся в конце февраля начале марта та лекция состоялась именно в марте 1969 года и была дана в хорошо известном питтсбургском ресторане под названием лемонт очень красивое место присутствовало около 80 человек в основном врачи если вообще не одни врачи преимущественно педиатры а в особенности детские хирурги и рентгенологи и прочие специалисты участвующие в программе медицинской помощи детям включая тех кто не был непосредственно педиатром вопрос и его лекция как я полагаю состоялась уже после трапезы ответ да трапеза была замечательная затем все расселись по местам расслабились успокоились сложилась некая идеальная атмосфера для восприятия того что вот-вот должно было произойти вопрос но судя по кассете доктор day говорил не только возмутительные вещи но и такие от которых казалось бы любой педиатр выпрыгнул бы из сиденья например когда он упомянул про средства для лечения рака в аудитории вероятно были врачи которые лечили или как минимум знали детей которые нуждались в средствах для лечения определенного типа рака и услышать что некоторые из рецептов или средства для лечения раковых заболеваний лежат в университете рокфеллера и тем не менее если я правильно поняла все просто сидели и не очень-то там что-то говорили то есть он рассказывал о фальсификации научных данных а все просто зевали и как долго продолжалось это выступление ответ два часа он говорил больше двух часов что было дольше обычного и одна из интересных деталей он еще не закончил но уже было довольно поздно и он сказал можно и дальше говорить и говорить об этом но так мы проторчем здесь всю ночь так что пора закругляться я думаю это был важный намек на то что было еще много такого о чем мы и знать не знали не помню упоминал ли я раньше но где-то в начале лекции он сказал вы забудете большую часть или многое из того что я собираюсь вам сегодня рассказать я тогда подумал ну да конечно так оно и есть мы все имеем склонность все забывать знаете как это бывает кто-то о чем-то рассказывает часами и вы потом не помните большую часть этого но есть и такая вещь как сила внушения я конечно не могу сказать наверняка но думаю а не было ли это внушением когда мы плотно и вкусно покушав сидели такие расслабленные и слушали его мы проглотили его установку и забыли они ведь я знаю ряд своих коллег присутствующих на этой встрече и когда через несколько лет спросил их вы помните когда и что именно доктор д и рассказывал о тех или иных вещах они отвечали ну да вроде бы это он говорил что-то такое вроде припоминаю меня удивило то что большинство на эту информацию никак не отреагировала взять для примера хотя бы средства для лечения рака но он ведь еще называл целый ряд возмутительных вещей вопрос вроде того что врачи делают огромные деньги ответ да об изменении имиджа врача вы станете просто высокооплачиваемым техником а не профессионалом который руководствуется независимыми суждениями ради пользы своего независимого пациента целый ряд вещей как мне казалось должны были вызвать бурную реакцию врачей возмущение или некий ответ просто в силу того что они же люди меня поразило насколько мизерной оказалась их реакция были и другие высказывания на которые казалось бы присутствующие должны были адекватно среагировать на мой взгляд большинство присутствующих на встрече в той или иной степени были приверженцами иудейской христианской морали и канонов поведения а профессор нарушал эти каноны сплошь и рядом один мой друг как я ожидал должен был вызывал новаться от услышанного не меньше меня но он всего лишь как-то странно улыбался его это ничуть не взволновало я еще тогда подумал ну и ну поразительно что это с ним творится вопрос не было ли это отчасти связано с его положением в смысле он же был ответ авторитетным лицом да думаю возможно в некоторой степени из-за того ведь это крупный специалист начальник подобному прилагается относиться с пиететом я могу лишь строить догадки на эту тему почему так происходило но я и впрямь считаю что в этой аудитории присутствовал элемент недоверие в отношении того о чем шла речь думали а чей-то там сказочный план и он никогда не осуществится потому как он чересчур бредовый теперь то мы конечно знаем что в действительности он шаг за шагом совершается у нас перед глазами вопрос прежде чем перейти конкретики замечу что эти записи дают немалые преимущества одно из них состоит в том что хорошо представляя что именно задумала противная сторона и методы которые она использует мы можем развернуться и начать противодействовать всем этим манипуляциями так далее и по-моему выступавший вновь и вновь повторял 45 основных лейтмотивов один из них как я полагаю очень важны люди не в состоянии различать мнимые и реальные поводы другими словами если вы хотите чтобы кто-то что-то сделал и вы не знаете что изначально они будут упрямиться поскольку это идет в разрез с их ними моральными или религиозными убеждениями то нужно подменять цель на ту которая окажется для них приемлемой и после того как они примут ее то окажутся перед свершившимся фактом пути назад уже не будет ответ верно именно в этом смысле он и сказал люди не задают правильных вопросов они слишком доверчивы и адресовано это было насколько я помню прежде всего американцам мне показалось что он считал европейцев более скептичными и искушенными и что американцы чересчур доверчивы и не задают правильных вопросов вопрос по поводу этого недостатка фактически недостатка проницательности полагаю он имел в виду именно это что американцев легко обмануть и что они слишком доверчивы вот у меня промелькнуло к примеру насколько быстро в школах была внедрена так называемая программа спид образования меня это и впрямь поразило ведь если некая группа публично объявит что собирается внедрить идею садами или сексуальных отношений среди детей во все более раннем возрасте и даже каким-то образом сумеет обосновать это то полагаю большинство родителей не согласятся на это значит нужно выдумать какую-то другую причину и подходящим поводом для так называемого спид образования конечно же было защитой детей от этой болезни но как выясняется на самом деле это стало большой находкой для гомосексуальной сети потому как через различные ресурсы типа проект 10 у них теперь есть доступ к нашим детям с самых юных лет подобные программы начинаются с 12-летнего возраста и как мне кажется они есть и в колледжах и после них так что они охватывают огромную часть молодежи по поводу детей могу заключить что лектор он то и дело подчеркивал пожилые люди будут устаревать так что полагаю регуляторы этого нового мирового порядка основную ставку делают на молодежь совершенно верно до ставка на молодежь об этом было сказано прямо достигнув определенного возраста люди определяются их уже не изменить у них уже есть система ценностей которые они придерживаются а если взять молодежь что пока люди молоды они легко поддаются влиянию и вы формируете их в том направлении в котором вам нужно так что все верно они нацелены на молодых и рассуждают так вы отсталые консерваторы и смотрите на мир иначе но вы понемногу вымрите и со временем мы от вас консерваторов избавимся а молодежь мы будем лепить по тому образу который нам нужен а теперь я хочу дополнить тему про гомосексуализм по моему на оригинале записи этого нет но озвучено было следующее во первых мы будем пропагандировать гомосексуализм а во вторых мы признаем что это странный и ненормальный тип поведения но он станет еще одним элементом закона джунглей если люди будут достаточно глупые и примут его то они не достойны того чтобы жить на этой планете и они тоже устареют не берусь утверждать что это буквальные цитаты но они близки по сути прозвучало упоминание о болезнях которые создаются искусственным путем и когда я вспоминаю одно утверждение а затем другое я считаю что спид это болезнь которую создали в лаборатории я думаю что она как раз и служит тому чтобы избавиться от людей которые настолько глупы что соглашаются на программу по гомосексуализму вроде того что пусть сами себя и уничтожат сейчас мне уже трудно понять что я из того помню с большей уверенностью что действительно воспоминания а что всего лишь мое предположение но собрав все воедино я получил следующий принцип который был главным лейтмотивом той лекции если вы настолько тупые что даете убедить себя нашей пропагандой гомосексуализма то вам здесь не место и рано или поздно вы все вымрете мы от вас избавимся выживут те кто среди прочего будут достаточно умны и не попадутся на нашу пропаганду смысл вам понятен рэнди энгель ну да для них он конечно понятен я также полагаю что и у этой ранней сексуальной инициации есть общая цель и они мы еще поговорим более подробно но вот что касается сексуализации населения когда он сказал что в общем то все средства хороши по моему это как раз то что мы и наблюдаем сегодня дело не столько в том примет ли кто-либо гомосексуализм или нет а в том что в результате этой пропаганды он определенно будет относиться к такому типу поведения намного более терпимо толерантно так что даже у тех кто не примет это сам произойдет снижение чувствительности десенсибилизация ответ доктора лоуренса под гнетом такой пропаганды вы не посмеете выступить против гомосексуализма в противном случае вас заклеймят гомофобом вы не осмелитесь выступать против женских программ иначе вас нарекут шовинистской свиньей мужского пола тут как с антисемитизмом если ярлык набирает достаточно баллов культурной популярности люди от него испытывают шок проще делать это по-тихому эти люди как я понял нам говорят мы займем место бога мы будем определять что будет изменяться а что нет если мы сегодня говорим что гомосексуализм или что-либо подобное это нравственная норма значит так оно и есть вчера еще нет а сегодня уже да мы так сказали и поэтому сегодня это нравственная норма а завтра мы можем все переиначить завтра мы сможем опять сделать это аморальным определять во что именно обывателю простому человеку надлежит верить это узурпация роли бога то есть идея заключается в том что когда все свыкнутся с постоянными изменениями большинство людей уже не будут задаваться вопросами типа и кто это там решил что именно так все должно и измениться большинство попросту согласятся с этим как например это было с длиной дамских юбок некоторыми направлениями обувной моды и тому подобными вещами так что это действительно узурпация божьего управления если вы прочтете этот гуманистический манифест то увидите где-то в водной части говорится человеческий интеллект величайшее благо а для любого человека то что называется величайшим благом и есть его бог следовательно для этих людей их богом является их величайшее благо человеческий интеллект а где обитает этот человеческий интеллект в мозгу у одного или нескольких человек таким образом эти люди утверждают мы боги поскольку мы решаем что будет нравственной нормой завтра а что в следующем году мы решаем какими должны быть происходящие перемены рэнди энгель именно так вы сейчас кратко высказались относительно человеческого потенциала new edge и всех новых эзотерических движений но вот что касается перемен то профессор дэй похоже признал что существует пара структурных единиц которые традиционно блокировали внедрение перемен и тем самым выработали у людей иммунитет постоянному манипулированию и конечно же одной из таких единиц является семья включая бабушек дедушек нашу национальную принадлежность и тому подобное пожалуй меня впечатлило все о чем он упомянул экономика музыка все то что влияет на снижение значимости семьи и усиление власти государства это было постоянным лейтмотивом его презентации соответственно оценивая подобные вещи думаю мы должны задаться таким вопросом какое воздействие это оказывает на семейную жизнь и саму семью я думаю что если бы каждый конгрессмен или сенатор задался таким вопросом возможно и не было бы такой суеты на капитолийском холме потому что практически все исходящее с вершины нацелено с одной стороны на отречение от семейной жизни и нанесение ей вреда а с другой на усиление и расширение власти правительства доктор лоуренс у этого есть официальная цель и истинная цель рэнди энгель да это что об этом говорите вы так называемый помогающий профессионал весьма любопытно еще одним аспектом лекции был весь этот религиозный фактор и профессор говорил в основном о религии без догматов о религии в которой будет понемногу от всех традиционных верований чтобы никто не испытывал особенного дискомфорта и он сказал явно свысока что некоторым это необходимо а раз так то мы изготовим то что им нужно но разумеется это не станет декларации нравственных абсолютов или законов природы а значит основной целью этой группы регуляторов была и остается римская католическая церковь и он конкретно они упоминал замечу что далее по ходу лекции он сказал некоторые из вас наверное думают что церковь не поддержит этого но церковь нам поможет он никак не пояснил и было непонятно что он имел ввиду но он повторил церковь нам поможет и к сожалению она действительно помогает доктор лоуренс он был прав рэнди энгель да он не сообщил никаких подробностей но это была одна из тех тем которые прорисовались он явно полагал что подбор слов был очень важным моментом так как не упомянул об этом наряду с такими вещами как скажем библии точно так же у психиатра мирлау мы находим если вы хотите управлять людьми прежде всего возьмите под контроль их язык слова это оружие выступавший судя по всему прекрасно знал об этом и полагаю что и глобальные регуляторы в целом знают об этом столь же хорошо еще бы ведь это часть их компании а короткая ремарка о том что слова будут изменены когда я услышала это то подумала в контексте мессы вместо слова алтарь теперь говорят престол вместо жертвоприношения трапеза и люди говорят это не важно но вы-то понятное дело знаете что это очень важно иначе чего ради они взялись изменять значение этих слов иначе говоря если это не важно то зачем заниматься всей этой канителью очевидно что для глобальных регуляторов это важно ибо они знают что изменяя слова изменяешь идею доктор лоуренс они прилагают огромные усилия и тратят массу времени на важные изменения и не прикладывают усилия ради того что не важно так что да вы абсолютно правы у священника больше нет той роли в некоторых случаях он уже не играет той самой роли которая была у него прежде ведь слова несут определенный смысл так вот управление языком вы ведь думаете на своем языке вы думаете про себя на английском или испанском на родном для вас языке но когда вы размышляете ведете внутренний монолог то вы делаете это с помощью слов точно так же как когда вы разговариваете с другими людьми а если кто-то способен контролировать язык на котором человек говорит сам с собой или разговаривает с другими людьми то это куда более продвинутое управление тем о чем человек способен думать когда он в состоянии думать и у этого есть как включающие так и исключающие компоненты этим задается характер и тон ранее энгель возьмем к примеру слова гей у меня есть старые записи франца легара где он рассуждает об опереть те веселые гусары ну знаете про веселых солдат но сегодня вы уже вряд ли сможете использовать это же слово в прежнем смысле как вы знаете то что слова гомосексуалист и садомит заменили термином гей это олицетворение целой идеологии они одного слова и когда вы используете его в своей речи вы по умолчанию заявляете да я согласен с вашей трактовкой значение этого слова доктор лоуренс наверное у них там целый комитет работал месяцами подбирая слова которые они будут для этого использовать во-первых слова гей несет в себе коннотацию она неправильная большинство гомосексуалистов вовсе не жизнерадостные в изначальном смысле этого слова как правило это весьма несчастные люди и несмотря на всю пропаганду о том что они могут и должны спокойно делать то чем занимаются большинство из них в глубине души несчастны рэнди энгель полагаю они придумывают термины вроде сада фобии в отношении тех у кого комплекс по поводу сада мазохистов и педофобии в отношении тех у кого неприязнен к педофилам остается лишь дать чего-то подобного думаю ожидать этого можно в той мере насколько мы позволим противной стороне получать доступ к нашему мозгу доктор лоуренс и навязывать нам понятие о правде которым мы пользуемся половое воспитание это не образование это выработка условного рефлекса и нам никогда не следует использовать термин половое воспитание это неправильный термин если они контролируют словарный запас значит могут контролировать и алгоритмику нашего мышления и способы выражения идей а вот термины выработка условного сексуального рефлекса и сексуальная инициация гораздо более точны и на них нам следует настаивать мы не должны использовать слова гомофобия и гей гомосексуалисты это гомосексуалисты никакие они не жизнерадостные геи рэнди энгель вот именно вообще нам видимо придется выполнять какие-то домашние задания по всем популярным движением в соединенных штатах вероятны движения в защиту жизни наиболее чувствительно к словам кстати о медийных событиях и о доступе к мозгу я помню первую речь президента буша старшего в котором он говорил о новом мировом порядке помнится я даже вскочила со стула этот термин вот он президент страны произносит слова новый мировой порядок как будто это нечто такое о чем все знают и кто-то из дальнего конца комнаты произнес я слышал это что он сказал я ответила он сказал новый мировой порядок и все начали спрашивать а что это такое а что в этом особенного так что я думаю один из видов оружия которые у нас есть в борьбе против этих регуляторов это не дать им получить доступ к нашему сознанию и тогда у нас появится шанс избежать манипулирования если не полностью но хотя бы частично если помните в одной из книг китайских военнопленных отмечалось что некоторые из выживших для того чтобы избежать промывки мозгов разрывали себе ушные барабанные перепонки и в результате поскольку они не могли ничего слышать противник не мог добраться до их сознания и они смогли выжить в условиях в которых остальные не смогли также в нашей поп-культуре есть целый ряд вещей в первую очередь телевидение и радио вероятно является постоянными средствами воздействия при помощи которых противная сторона получает доступ к нашему сознанию и сознанию наших детей так что я считаю что логический и интуитивный вывод состоит в том что если вы не хотите чтобы у врага имелся такой доступ вы должны отсечь все линии доступа если мы говорим о жилых домах то нужно демонтировать эти линии или как-то контролировать другими средствами доктор лоуренс нужно взять телевизионные сети за их же слоганы они говорят если вам не нравятся наши программы выключите их так нам и следует поступить мы должны сказать да вы правы и выключить и пусть рекламодатели тратят свои деньги на пустую аудиторию как педиатра меня всегда интересует как ведут себя дети и как они похожи на взрослых идет ли речь о международной политике когда одна страна идет войной на другую или о поведении детей на игровой площадке всегда есть определенные схожие вещи просто детишки на игровых площадках делают это в меньшем масштабе вот вы упомянули о возможностях обрыва доступа к нашему сознанию скажем кто-то говорит я не хочу слышать это а я вспоминаю как слышал ребятишек на детской площадке один начинает дразниться бе-бе-бе и остальные подхватывают и что тогда делает ребенок он закрывает ушки руками как бы говоря я не буду тебя слушать и тому который старается замучить его приходится силой убирать руки от его ушей чтобы он все слышал и тут тоже самое ренни энгель слова проникают в нас и ребенок об этом знает услов есть смысл и слова причиняют ему боль доктор лоуренс геббельс об этом знал ленин об этом знал себе с об этом знает интересное дело принцип везде один и тот же просто с годами он усложняется становится более изощренным но понаблюдайте за детьми на игровой площадке и вы много чего узнаете о взрослых рэнди энгель да с этим нельзя не согласиться этот доктор дэй плотно занимался вопросами контроля численности населения и конечно же выступал за аборты но когда он завел речь о пожилых людях и автаназии я вспомнила одну из книг на тему демографического контроля в которой говорилось что контроль над рождаемостью без контроля над смертностью лишён смысла и одно из преимуществ смысле если кто-либо является сторонником убийства пожилых людей то в действительности одно из подходящих средств это аборт по той простой причине что аборты приводят к избыточному усечению населения в точке начала то есть в точке рождения и неизбежным следствием этого станет то что у вас будет перевешивающее и быстро стареющее население что мы сегодня наблюдаем соединенных штатах так что если вы собираетесь убивать молодежь особенно с темпами которым мы кажется уже привыкли то неизбежно по любому окажетесь перед вопросом а что же делать со всеми этими стареющими людьми поскольку рождаться будет мало детей нельзя будет и ожидать что они вынесут на себе немыслимое бремя содержание всех остальных в итоге вы усекаете с одного конца и соответственно это неминуемое приведет к тому о чем говорил профессор и немногие молодые люди которым будет позволено родиться ощутят на себе это неизбежное бремя и станут более безразличными и бесчувственными к происходящему это подготовит их к восприятию идеи о том чтобы у их бабушек и у дедушек состоялась эта маленькая вечеринка после чего их столкнут туда куда столкнут а будет эта таблетка милосердия или отправка в концлагерь это уже не важно доктор лоуренс какое-то время тому назад был такой фильм под названием зеленый сойленд помните я не видел его целиком но помню там эдвард робинсон с удовольствием лежал и слушал пасторальную симфонию бетховена перед тем как принять свою таблетку милосердия вот вам в сознании уже и через фильмы это внедряют рэнди энгель помню-помню он еще тогда высказал соображение что пища зеленый сойленд которую люди ели была из человечины но как профессор выразился если это делается гуманной с достоинством это тоже самое как сдать свою лошадь на мясо доктор лоуренс это слегка напоминает ситуацию с порнографией много лет назад когда дети сталкивались с порнографией это были низкопробные фото выполненные на дешевой бумаге затем появился журнал playboy с глянцевыми страницами и действительно качественными фотографиями и порнография перестала быть дешевкой она стала респектабельной мы как-то ходили на кинофильм в питспурский театр я взял с собой своего сына помню это было название маньчжурский кандидат в рекламных кадрах и фрагментах к этому фильму было название не помню какой именно фильма но само превью было выполнено в стандарте техноколор с фоном из классической музыки но это оказался порнографический фильм я сказал себе если фильме играет гитара то это порнография а если классическая музыка то порно превращается в искусство но все же это было порно и вот вам новое главное правило если ты убиваешь кого-то с достоинством то все нормально если под порнографию звучит классическая музыка то это уже искусство вот что я хотел отметить рэнди энгель давайте еще раз вернемся к теме семьи в настоящее время насколько мне известно ужасное число людей лишилась работы и он этот доктор дэй мог много чего бы рассказать к примеру о тяжелой промышленности меня шокировало то что этот человек был в курсе вопросов демографии и абортов с одной стороны а с другой стороны эвтаназии меня поразило то что он рассуждал о религии юриспруденции образование спорте индустрии развлечений продуктах питания откуда у одного человека столько информации на выходе кто-то мог бы сказать ничего же не выгорело но слушая эти воспоминания спустя 20 лет мы-то знаем что быть может за вычетом каких-то мелочей вообще все что он сказал действительно произошло да так что и не выдумаешь откуда один человек мог знать и говорить обо всем этом авторитетным и безапелляционным тоном что это случится вот так а с модой произойдет вот это а на телевидении случится то-то и что появится видео магнитофон и еще до того как я впервые услышала само это слово видео магнитофон доктор лоуренс я думаю тут делаю конечно услышать все это один человек может но такие планы разрабатываются отнюдь не одним человеком или небольшой группы это как в промышленных корпорациях где есть совет директоров в котором есть специалисты по всем видам деятельности и они сидят там как на корпоративном совете и рассуждают если мы сделаем с нашим товаром вот это или если мы расширяемся в этой области то какие последствия ждут банковскую сферу как это повлияет на сегмент одежды я уверен что кто бы не составлял эти планы у них есть представители системы образования швейники модельеры архитекторы специалисты по всем направлениям уверен они проводят совместные совещания занимаются планированием и каждый вносит такой вклад точно так же как в ходе проведения военных операций что будут делать вмс будут ли они обстреливать береговую линию а что будут делать ввс обеспечат ли перекрытие с воздуха а что будет делать пехота и здесь тоже самое когда они планируют они ничего не упускают имея экспертов в каждой области они рассуждают ну если мы сделаем одно другое третье джон как все это отразится на твоей операции и джон в этом случае получит возможность проявить реакцию полагаю произойдет то то так что это определенно охватывает широкий круг людей а чтобы один человек был в состоянии выдать все это за два часа которые он выступал перед нами поистине свидетельствует о том что он был посвящен во многое рэнди энгель совершенно верно по крайней мере он должен был присутствовать на одном или нескольких из подобных заседаний полагаю не на самом высоком уровне учитывая его должность но на достаточном чтобы как все кто имеет отношение к программе по демографическому контролю связаны с фондами могущественными фондами могущественными организациями доктор лоуренс и я уверен что в планах было много такого о чем он вовсе не слышал он ведь не был четырехзвездным генералом при полном параде вряд ли он был в курсе всей истории рэнди энгель что же жаль что он не растянул лекцию часов на 6 вместо двух тогда у нас возможно было бы гораздо больше информации слушая кассету я обратила внимание еще на один интересный аспект я имею ввиду аспект частной жизни он упомянул что параллельно с частными домами в наших квартирах станут проживать посторонние люди не члены семьи насколько я понимаю в калифорнии это уже набирает популярность быть может калифорния и нью-йорк как прибрежные штаты как он сказал да взять под контроль портовые города через которые все поступают чтобы в конечном итоге пробраться в центральную часть америки но речь идет о частной жизни когда он например рассказывал о сфере половой жизни то сделал ряд интересных замечаний и одно из них для меня было как удар обухом по голове мы должны быть открытыми в вопросах секса как если бы не существовало никакого страха и стеснения откровенничать на публике а теперь если вы посмотрите на эти так называемые программы по сексуальной инициации в школах где детей заставляют письменно или устно вести разговоры обо всех аспектах сексуальной сферы конец пленки запись внезапно обрывается заключительные комментарии от канала новая реальность я не нашел продолжение этого диалога но думаю этого достаточно чтобы получить направление хода развития мыслей которые может сделать любой человек узнав о планах нового мирового порядка озвученных в далеком 1969 году нам необходимо популяризировать это знание опираясь на эту лекцию точно также можно сделать выводы и сопоставления опираясь на материалы ветхого завета мне кажется очевидным что идеи нового мирового порядка проистекают из постулатов данных в ветхом завете поэтому я называю его библейским проектом хотя доктор лоуренс как верующий человек понятное дело не смог провести параллели ветхозаветных предсказаний с предсказаниями озвученными в 1969 году а насколько они более полно реализованы к 2020 годам оцените сами да уже и оценили и увидели доказательства применения всех этих планов доктор лоуренс не сказал самого главного хотя осознание этого витала во всех его размышлениях что планы нового мирового порядка это есть чистой воды демонизм и сатанизм планы дьявола в чистом виде достаточно прочитать библию дьявола и сразу станет понятно откуда черпаются идеи такого преобразования общества а кто есть дьявол бог господь глобальный предиктор глобальный предуказатель это тема другого разговора